Дорогие друзья, меня зовут Василий Руденко, вы находитесь на канале Мусторг, программа называется Драмшоу. Сегодня у нас в гостях очень-очень известный российский барабанщик-музыкант Денис Маринкин. Привет, Денис! Здорово, Вася! Сегодня мы с ним поговорим немножко о барабанах и немножко о жизни музыканта и барабанщика в России. Дэн, ну, во-первых, классический стандартный вопрос, которого все всегда начинают. Расскажи про начало творческого пути, кто тебя вдохновлял, кто был первый учитель и, так сказать, твой, ну, ментор, который, наверное, заложил в тебя основу и что это тебе дало, ну, что он тебе дал? Полагаю, как у подавляющего большинства началось все это с глубокого детства, с раннего детства, прошу прощения. Где-то лет, наверное, 6-7 я начал проявлять, со слов родителей, какие-то вот ритмические, какие-то навыки. Что-то начал барабанить, кастрюли, вилки, ложки там, ну, все как у всех, карандашами, как правило. Потом в какой-то момент получилось так, что родители подумали, что пора уже от этого всего избавиться. Из квартиры убрать этого персонажа и определить его куда-нибудь, какую-нибудь музыкальную школу. Благо, нашлась музыкальная школа, рядышком районная. Вот школа номер 88, насколько я помню. Вот, и получилось так, что мне очень сильно повезло. В том плане, что там был педагог и класс ударных инструментов. Реально класс ударных инструментов, который прям занимался очень такой прогрессивной на тот момент музыкой. Ну, например, Фил Коллинз. Был класс под управлением Виктора Эдуардовича Виста. Мой самый первый учитель, отвечая на твой вопрос. Вот, который спустя какое-то время, к сожалению, к нашему общему, потому что у нас был очень такой дружный класс, эмигрировал в Германию. Но, тем не менее, мы с ним, у нас телемост налажен, Россия, Германия. Мы с ним общаемся практически каждый день. То есть, я у него какие-то беру какую-то информацию. Он же человек опытный уже. Он до сих пор занимался барабаном? Он до сих пор, да, он преподает. Он переехал туда и занимался там в каком-то учебном заведении. Не помню, как город назывался. По-моему, Брауншвайк. В общем, он такой талантливый дядька. И самое главное, что он увлек нас тем, что дал нам сразу играть музыку, давал возможность такую. То есть, понятно, обстановки рук, какие-то ардименты, какие-то там этюды и так далее и тому подобное. Ну и, собственно, я уже когда был, я не знаю, может, класс первый, второй, у меня уже случился там, даже какой, первый класс музыкальной школы, случился первый концерт в ЖЭКе при аудитории там бабушек, дедушек. И садикников. Да. Играли песню, какую-то песню Джо Досена. Две. Вот. То есть, я год пришел, практически отучился, поставили мне ручки, какие-то этюдики. Вот. И меня сразу увлекли. И когда я понял, что я могу играть музыку так скоро, это, конечно, меня прям очень сильно подзадорило. И подтянуло еще больше к музыкальной школе. Вот. Потом появился там, естественно, каким-то образом появился ксилофон, который перетянул на себя львеную долю внимания. Но все равно, тем не менее, основным моим учителем, я считаю, до сих пор, их было два. Это Виктор Удартович Вист и Царствие Небесное Рупец Ленин Гаврилович, который постречался на моем пути уже, когда я учился в музыкальном училище. Вот. Это мне тоже прям подфартило с этим педагогом, потому что он кладезь информации, очень умный, продуманный. И очень, скажем так, мне понравилось то, что, поскольку во всех наших учебных заведениях эстрадно-джазовый факультет, эстрадно-джазовый. То есть, подразумевает, что мы будем играть. Джаз, эстраду. Ну, как-то. Где я, и где джаз, и где эстрада, в принципе, да. Для тех, кто меня, может, знает, кто не знает, я, в принципе, люблю больше порок. Вот. А получилось так, что поступал, я с дип-топал. Так можно было, оказывается, вот, благодаря Рубцу Ленингу Гавриловичу. Я таким вот образом, позанимавшись у него годик, спойстакен, конечно, тоже такое забудет. Два этих учителя, учителя Виктор Эдуардович Вист и Рубец Ленинг Гаврилович для меня являются, скажем так, учителем по сей день. Почему? Потому что я тех, которые, прибегая сам к тем методикам, когда занимаюсь, либо сам, либо с учениками, вот, благодаря вот их опыту, который они передали мне, и своему опыту тоже. У меня между тремя вот это все перемешалось, и вот, получите, распишитесь. Понятно. То есть, вот эту базу, которую у тебя есть, соответственно, заложили они, и я помню, что ты играл с Базилем, человек, с которым я тоже играю, и я как-то присутствовал на репетиции. И, соответственно, мне очень понравилось, как ты играешь, и твой звук вообще, очень прикольный, ты тогда еще играл на байсте. Вот, очень плотная подача. И Базиль мне потом рассказал, я не знаю, это легенда или нет, и не только он, что ты настолько увлечен становлением своих рук, ну, чтобы они были одинаковые, что какой-то долгий период времени сидел и прямо отрабатывал идеально ровный одинаковый удар. Это правда? Слушай, да, я сейчас этим занимаюсь, то же самое. Не то, что я там фанатик какой-то, а у меня я получаю через это какой-то дзен, если так можно выразить. Как мантра, да? Конечно, сидишь, сидишь, вот какие, один удар, два удара, потом это все в темпах разгоняешь, я это разминаюсь, что-то там успеваю подумать, ну, как-то поглубже вникнуть. Ну, и, судя по всему, неплохо получается, если там даже ты, молодой человек, обратил на это внимание, тебе это понравилось. Вот, так что в этом каждый находит для себя какие-то, вот, я вот нашел для себя школу стик контрол, кто-то находит для себя Гарри Чеффе, кто-то еще что-то, какие-то миллиард, макур. Стик контрол, ты, как обычно, типа, все играют четыре страницы или ты прошел, прошел? Нет, что-то нет, как раз-таки эту школу я не прошел ни разу, но я всем рекомендую пройти хоть раз. Вот, я где-то, где начинаются компоновки восьмые, шестнадцатые, триоли, и вот эти все. Да, я понял, типа, так, 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 так. Там начинаются какие-то дроби, потом какие-то секстоли, туда я даже в этот лес дремучий не заходил. И не планирую, потому что мне вот это их, я не знаю, там пять, десять, может быть, пятнадцать страниц до этого, мягко говоря, мне туда не надо заходить. Вот это мне больше предостаточно. Плюс я подключил туда еще ножки. То есть играю ручками, там, добавляю хеттик, и между ударами руками добавляю удары ножкой. Ну, это такая, получается, своеобразная комбинация на координацию. Элементарные упражнения, ну, очень действительно, мне помогают. Не знаю, как кому, но мне очень сильно помогают. Смотри, еще среди барабанщиков, ну, особенно начинающих, я помню, когда я, типа, только начинал играть на барабанах, ну, кроме того, что ходят легенды определенные, потом ты, естественно, погружаешься в мир музыки, узнаешь людей, которые уже в этом мире давно. Ну, сначала, естественно, всегда начинаешь с американцев, а потом понимаешь, что в России тоже ребята умеют играть. И славятся у нас два человека этими способностями, это ты и Саша Карпухин. Во-первых, хорошим плотным ударом, а во-вторых, увлечением боксом. И, естественно, есть легенда, что насколько помогает барабанщику боксерский удар, так называемый. Либо это вообще никак не работает. Слушай, я про себя скажу точно, что я не нахожу никакой аналогии. То есть единственное, что могу отметить, что удар по барабану и удар по груши или по сопернику в спарринге расслабленной рукой самый сильный. Ну да, ну и в конце, соответственно, строк и то же самое, как бы под джим-палки. Ну, конечно. Вот это можно, да, как-то сюда прикрутить каким-то образом. Тогда, да, я думаю, что, ну, поскольку я боксом занимался, так, ну, скажем, с большими перерывами, год там плотненько, потом полгода там не занимался, два года плотненько. Ну, как я в зал хожу. Ну, да. Вот. И мне все говорили, вот ты барабанщик, у тебя же там координация, там, у тебя все схлопнется, все быстро. А я понимаю, что, как бы, по факту, хоть я и барабанщик, но у меня не получается как-то сделать какие-то комбинации, запомнить их. То есть это тоже такая очень история неоднозначная. Я имею в виду бокс. Я понял, да. Какие-то координационные движения. Ты пальцевой техникой занимался, например, как Джужу Майер в школе показывал? Никогда. Ну, как, смотря, что ты имеешь в виду, какой подход? Ну, например, там, грубо говоря, у Джужу Майера есть там вот эти истории, играть этими пальцами, потом этими пальцами, этими пальцами. А, ну это как в качестве разминки, да? В качестве разминки, но в качестве, назовем так, неприкладных упражнений, мы же не играем одним пальцем, правильно? Понятно. И, соответственно, вопрос такой. Ты уже и сам сказал, ну, и ты действительно известен как барабанщик, прежде всего, рокового направления. Но ты, опять же, работал с группой «Моя Мишель», например, что, как бы, является поп-музыкой. Это первый вопрос про то, какой подход у тебя был там. А то, что ты умеешь играть, я знаю, потому что, во-первых, ты молодец, что стал развивать свой инстаграм, потому что раньше ты немножко подзабивал на него. И сейчас, вот, последний год, наверное, да, ты так плотненько стал вести. И я так немножко обрадовался и был вдохновлен тем, что ты, когда стал выкладывать stories, я смотрю, и ты частенько играешь, бывает, и без ремшота, и все равно хороший такой плотный саунд получается. И я так понял, о, Дэн умеет и так, не просто там, типа, от плеча, грубо говоря. Вот, расскажи, пожалуйста, про, соответственно, то, как ты играл в группе «Моя Мишель», какой был подход, и был ли там какой-то спрос другой, нежели, например, игра на стадионе «Земфиры»? Запрос, вернее, на тихую игру или что-то? Ну, запрос, скажем так, запрос навсегда есть на баланс, то есть между инструментами. Вот, если доминирует железо в твоей игре, то к этому есть запрос к этому всегда. Да, если ты гармонично звучишь, либо тихо, либо громко, ну, в принципе, это не критично. В моем случае я, ну, скажем так, динамический диапазон у «Земфиры» и у «Моей Мишели», ну, и, наверное, может быть, кранчей не буду сюда подводить, потому что здесь все-таки там экспрессивная игра с ремшотом. Ни у «Моей Мишели», ни у «Земфиры» я с ремшотом не играл. А, да? Да. То есть это все ограничивается по пластику, потому что, ну, ремшот, это, ну, скажем, его надо любить. Если ты его любишь, не факт, что его любит артист. То есть артист, артистка «Земфиры», либо там «Моя Мишель», то есть, ну, как бы это такие жанры популярные, где все-таки я немножко там… Позади, в микс. В другом плане, да, и зачем привлекать на себя внимание. Вот поэтому, как бы, если получается достать звук, не прибегая к ремшоту, неплохой звук, который нравится всем, и мне в том числе. Я тоже люблю, иногда я практикую без ремшота играть в разных коллективах, там разных, у Бутусов, например, я играю сейчас. Всегда? Без ремшота. Бывает один трек, одна песня, где надо приложиться. Называется она «Лизабара». То есть у меня специально стоит «Малый барабан», куда я укладываю с ремшотом, к этому все, как правило, готовы, убираются фейдера, вот, и «Малый барабан» слышно практически со сцены. Ну, песня требует такого. Хлесткого удара. А в остальном, то есть я уже, в принципе, понимаю, где нужен ремшот, где он не нужен ремшот. Да, ну, опыт, конечно. Популярные артисты, так получается, что чаще всего не любят. Не любят, да, согласен. И, соответственно, так же бывают и звукорежиссеры. Да. Ну, чаще, ну, на моей практике встречаются, в основном, это, конечно, неопытные люди часто бывают, знаешь, которые такие, ты что, ты там наваливаешь? Не знаю, у тебя как со звукорежиссерами в этой ситуации? Слушай, я, конечно, прислушиваюсь. Ну, поскольку я человек, который занимается в этом деле уже давно, нахожусь, да, мне всегда нужны подтверждения какие-то. У меня подтверждения, кроме как посмотреть со стороны, послушать картинку, плюс еще, если мы посмотреть на картинку, послушать со стороны с телефона, там, либо, если мы частенько пишем концерты, как оно действительно есть. Если я понимаю, что, да, там претензии возникают, там обоснуюсь, тогда, конечно, там притушу либо железо, либо там малый барабан, либо еще что-то такое. А так, в остальном, у нас, в принципе, есть четкие договоренности, в которых мы придерживаемся, которые мы на репетициях достигли, вот, все перенеслить на сцену. Конечно, сцена там немножко разрезывает тебе руки, звук, эмоции, адреналинчик. Вот, чем больше сцены, тем хочется полотни играть. Ну, это, как бы, естественные такие моменты, которые, к которым даже звукорежиссер готов. То есть, нормальный звукорежиссер, он всегда, он подстроится. То есть, у нас бывают какие-то, скажем так, терки, но они всегда заканчиваются каким-то вот консенсусом. То есть, мы находим, чтобы и овцы были целые, и волки сыты. Понятно. И, смотри, я помню, ты еще играл с группой Гуру Гуру Фондейшн. Ну, я был даже на концерте в клубе «Театр». Такой был самый ужасный акустический звук, звук клуб, я имею в виду. Да-да-да, я помню это место. Какая-то труба. И, ну, как, мне тоже кажется, музыка довольно нетипичная для тебя. Вообще нетипичная. А я вообще, в принципе, такой, извини, что забегаю вперед, люблю нетипичные вещи, потому что они меня как-то бодрят. Ну, чтобы не расслабляться, да? Конечно, что-то. Это же, опять же, опыт, это ты набираешь мускулатуру. То есть умственную, опыт и так далее. А Гуру Гуру Фондейшн, это, я думаю, что как раз случился мой опыт после Земфиры. Ну, я же такой короленый, весь там уверенный. Гуру Гуру Фондейшн, прямая бочка, там же ах-бах. Там есть что поиграть, на самом деле. Да, я знаю. Вот, Игнат Кравцов, который там до меня сидел в коллективе. Борионов. И Борионов, да, там напридумывали, насочиняли отличных партий. Просто вот одно удовольствие их было снять и поиграть. Потому что там явно был труд и мозговая прям деятельность. Приятно. И тот, и другой прям очень хорошо поработали на группу. Вот. Я думал, что у меня это получится как-то быстренько. А, нет. Нашелся там такой один человек, Юра Топчек, говорит. Да, ну, диколист. Да, ты это самое. Ты же с ним играл цифровый мод. Ты типа играешь, но у тебя не едет групп. Говорю, в смысле не едет? Ну, вот поставил телефон, записал. Ну, действительно, как-то на месте стоит топчешься. Я начал не то, что комплексовать, думаю, как тут так. Я же это умею, то умею, пятое умею, десятое умею. Вот. И вот после этого, когда я понял, что у меня действительно не едет и не катится, мы взяли, группа взяла паузу. В неделю, наверное, может, полторы, в ней десять. Юра со мной занимался, говорил мне, как едет групп. Вот он для меня был неким таким учителем, в плане, что он очень четко и четко чувствует вот это движение. Особенно, когда он его сам придумал, создавал. Он уже в этой группе был, один из разоначальников этого коллектива. И вот он все эти мелочи, он еще любит вот это все, это прямо покопаться внутри, чтобы это цик-так-цак все было прямо где-то в гриде, чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед и так далее. Вот. А я-то так. И вот пришлось немножко вот выйти из зоны комфорта в зону дискомфорта. Ну, это, опять же, помогло. Там какие-то моменты, которые мы с ним обсуждали, которые мне подсказал, например, играть с кликом на слабую долю. Вот. Это я от него подчеркнул. А раньше не играл так? Нет. А ты видел, что чуваки играют на одну шестнадцатую, сдвигают? Да, ну я не схожу с ума по этой теме, поэтому мне вполне достаточно слабая доля. Потому что действительно, когда начинаешь играть клик на слабую долю, грустно начинать, он преображается, и сразу хочется потанцевать. А это верный признак того, что ты делаешь правильно. Потому что барабан, это все-таки такой древнючий, он как хотелось бы подвигаться. И вот слабая доля этому способствует очень сильно. А как ты относишься, ну, может быть, применял в своей практике сейчас очень много чуваков есть, которые, да вообще все там, даже Нейт Смит я смотрел, ну, знаешь, такого черного чувака, который невероятно грубит, Аника Нилс, не буду сейчас вспоминать всех, короче, которые играют уже и квинтоли, и септоли, и даже грубы, и музыку придумывают уже квинтольную, и септольную. Ну, тот же Вержа в Донате, правда, делает уже лет пятнадцать-двадцать, наверное. Применял когда-то это, играл хотя бы, может быть. Нет, я знаю, что в последнее время, в последние годы, в последние годы я вот чем вот больше, скажем так, занимаюсь, тем больше люблю паузы, просторную музыку. То есть меня барабанщики, барабаны ради барабанов перестали интересовать уже давно. Я уже соло не слушаю уже очень давно. То есть я могу это оценить буквально за пять-десять секунд, там сказать, о, Крис Колман, да, вдохновляет, там, Джо Джо Майер, да, там, и так далее, и все. И все, и для меня это чистый лист. То есть эта волна, которая она была, она вот как-то вот... Ушла. Она появилась, нахлынула, всех похватила, захватила и ушла. То есть я остался при своих там любимых, которые я в детстве вот предпочитал. Фил Коллинз, сейчас много музыки современной тоже хорошей, Вильф Пэг, там... Да, классный чувак. Классный чувак. На Эдсмит с ними тоже играл на Мэдисинской Горде. Очень много всяких музаций приятных. Вот. Все развивается, это нормально. Кто-то из молодых, может быть, вдохновляет. Вот я недавно открыл для себя чувака такого Джей Ди Бэк и Доми клавишницы. И вдвоем играют. Одному, ему лет 13 было. Он там уже... Это, по-моему, было в каком-то Зилджин Ту-Ли-Тей, то ли еще? Да, вот он там был. О. Это нереальный чувак. Ну, вообще не моя, я так не умею вообще. Но просто, типа, слушать и... Там фразировка такая. Вдохновляться, да, прикольно. Может быть, есть кто-то из молодых, за кем следишь сейчас и что-то такое. Да, не то чтобы... Я сейчас, да, слежу за молодым, за сыном, за своим. В принципе, у меня вдохновляет. И про барабанщик. А, да. Он уже, в принципе, тоже барабанщики видел. Он уже, когда он был в животике, у жены моей, он уже там посещал несколько концертов, громких и негромких. Очень ритмичный. Опять же, сегодня топчем, мы прям сплошные дифирамбы. Как-то приехали мы к нему домой посидеть, там чайку попить. Он любит чай всякие китайские. Вот, и приехали мы с Яриком, он сидит такой, говорит, Ярик, ну-ка, давайте ночью играть на барабанах, где... М-м-м-ка, м-м-ка. Все, тот запомнил. И теперь м-м-ка, м-м-ка, везде и во всем. Так, Дэн, короче, у меня есть подготовленные вопросы, которые я задавал даже Майку Портному. Я уже понял. Эрику Муру. Может быть, ты их слышал? Слышал. Вот, они очень глупые, вот, и самое важное, кстати, не все почему-то понимают это, особенно с американцами какая-то проблема, они начинают думать. Вот старайся не думать, понимаешь? Ладно, блиц. Так, очень быстро, да, надо. Сколько нужно барабанщиков, чтобы заменить лампочку? Ну, если такого роста, как ты, то один, отдам достаточно. Отличный ответ. Продолжив фразу, Россия, водка, медведи? Совесть. Кто обычно самый тупой в группе? Нет ответа. Ты слишком политкорректный. Спонсор. Или мне везло. Или мне везло. Может быть, да. Кто победит, если команда Слеер будет играть против команды Леди Гаги в регби? Мне кажется, конечно, ребята из Слеера. Какой подарок ты бы подарил девушке, если бы она была барабанщица? Ага. Сертификат фитнес-клуб. Что, если бы было возможно заниматься сексом с метрономом? Какой темп бы ты поставил? Ой, не знаю, не пробовал. Да и не планирую как-то. Правда ли, что обтягивающие джинсы позволяют играть быстрее на кардане? Не пробовал, не знаю. Я не играю на кардане. Никак не можешь подобрать. Что случится, если Чак Норрис начнет играть в Бластбит? Бластбит у хана. Я понял. Друзья, это был Денис Маринкин. Спасибо. Спасибо, что пришел. Классно пообщались. Спасибо, мужик. Пока.